Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Что значит праздность и праздные разговоры? Вообще слово праздность, оно многообразное по своим значениям. «Придите, празднолюбцы, прославим дивного во святых, такого-то почитаемого сегодня святого. Упразднитесь и разумейте, яка аз есть Бог», — ветхозаветный пророк глаголит. Умение отойти от земных сует, попечений, погрузиться в некоторую праздность, какое-то празднично спокойное и тихое состояние не всем дано. Многие какими-то будничными попечениями и в воскресный день, и в невоскресный терзают сердце свое, все пребывают в какой-то занятости помыслами, не давая сами себе какой-то передышки от томления из-за земных обстоятельств, вещей. Очевидно, нужна такая сила упразднения от всех этих стихий века сего, например, для того, чтобы внимательно сосредоточенно помолиться. Но при этом праздностью называется и пустое напрасное времяпровождение, при котором человек опустошается. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложнику, времени в плену. Время проходит стремительно, время, как сказал апостол, уже коротко, и поэтому всякое праздное времяпровождение, всякое небережное отношение к времени, не участие в собирании с Господом означает расточение. В этом смысле всякий, проводящий жизнь свою без конкретных целей собственного спасения, преображения своего естества благодатью Божией, который в каком-то размытом, полурасслабленном состоянии коротает земные дни свои, и, конечно же, подвержен законному от Господа упреку о праздности. Ну, а праздные слова происходят из праздного сердца. От избытка сердца глагорит уста, и от ущербности, от пустоты сердечной. О пустом говорят люди. Пересуживают, обсуждают какие-то несущественные, но для них значимые события в мире моды, в мире животных, в мире политическом. И вот от этого переливания из пустого в порожнее сердце охладевает, окаменевает, и человек чувствует тоску, звериную тоску по человеческому благодатному состоянию. А оно, бывает, вынашивается, как наседка сидит на яйцах, так надлежит теплотою внутрь пребывания выносить в себе светлые, добрые, радостные чувства. Потому отверзающий уста свои, как бы часто открывающий дверь протопленной избы, еще держащий ее открытой, неизбежно станет виновником охлаждения в доме. И печь остывает, и еще быстрее те стены, которые были ею протоплены, так и человек, не удерживающий язык от праздных слов, непременно становится пустым и холодным. И, помня об этом, стремится благоразумно и всегда выводить разговоры на полезные для души поприще, рассуждения, изучения Писаний и святоотеческих наставлений. И вовсе не стыдно и не модно пребывать в этом, но это как раз и является чудным противопоставлением вот этим бесконечным праздным разговором, которыми сейчас порабощены многие-многие народы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok